Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, мы с мужем расстались в январе этого года. Этому поспособствовала моя свекровь, она меня выгнала из его дома, и еще устроила скандал насчет ее замка, который я, видите ли, у нее взяла и куда-то спрятал. И знаете, это уже не раз было. Она меня в прошлом году, еще когда мы жили с мужем все вместе, обвиняла вот в таких случаях, скандал мне надо было устроить, чтобы меня из ее дома, вернее из ее дома выгнать. Теперь мы с ними живем не вместе в разных домах, муж живет с ней в ее доме, а я живу с родителями в их доме. Но мне бы хотелось, чтобы мы с мужем сошлись и жили вместе нормально и спокойно, но уже без моей свекрови. В первую очередь хочется сказать, что вы не сформулировали свой вопрос. То есть то, чего вы хотите, это понятно. Но вот какую задачу вы ставите перед психологом, для меня пока что неясно. Вот это, пожалуй, первый момент и, пожалуй, первый аспект, на который я бы хотел обратить ваше внимание. Второе. Второй момент заключается в том, что вы перекладываете ответственность как будто бы полностью на свою свекровь. Она, конечно, вносила вклад в то, что между вами происходит. Но и вы тоже, на мой взгляд, этот вклад вносите. И с точки зрения личной ответственности, если смотреть на эту ситуацию, получается как бы так, что он скрывает некоторые проблемы взаимодействия между, например, вами и вашим мужем. Именно что некоторые проблемы. Что я здесь имею в виду? Я имею в виду отсутствие доверия между вами и мужем. Довольно узкая, на мой взгляд, коммуникация. Ваша неуверенность в себе, например. И отсутствие конструктивных форм взаимодействия с мужем. То есть это дисгармония. Если я правильно вас понял, то ваш супруг встает на сторону своей мамы. Что как бы говорит о том, что он выбирает между вами и своей свекровью. В свою очередь, это свидетельствует о том, что вы, вероятно, ведете себя так же, как и свекровь. То есть выступаете в роли мамы, мужа. Ведете себя как родитель, а не как его женщина, его жена. Отсюда и конкуренция со своей кровью. Следующий важный момент. Это принятие мужа. То есть дело в том, что каким бы муж ни был, но вряд ли он прямо сейчас хочет меняться. Вряд ли он прямо сейчас хочет, ну или хочет, или считает, например, что он должен меняться. Или считает, что он делает что-то не так. То есть его скорее всего все устраивает. Значит возникает вопрос, принимаете ли вы своего мужа таким, как он есть. Если вы его не принимаете таким, как он есть, то встает вопрос о перспективах ваших отношений. Вот. Потому что сейчас во всем виноват Африк Русь, да. Потом будет виноват кто-то еще. То есть всегда будет кто-то виноват. На самом деле не виноват в данном случае никто. Виноватых нет. Есть люди ответственные за свои выборы, решения, поступки, слова. И в первую очередь вам необходимо взять на себя ответственность за эти вещи. Решить для себя, как я вижу мужа, как я общаюсь с ним, как я вижу себя, как я взаимодействую с собой. Внимательный ли я к тому, что происходит и так далее. Я бы рекомендовал изучить вам несколько психологических игр. Которые можно найти в интернете. Эта игра все из-за тебя. И эта игра скандал. Вот. Очень смешает Ольга, что вы пишете, что у вас вопрос, но самого вопроса не задаете. А вот такая вот история. То есть я понимаю, что вы хотите жить нормально. Но что вы для этого делаете? Чтобы жить нормально. Это первое. И второе это то, что без вашей свекрови ваши проблемы с мужем сохранятся. Вот. Такая вот история. Я чувствую, что у вас есть обида на свекровь. Чтобы она вас не отправляла, чтобы она вас не грузила, не грузила. Желательно поработать специалист, ну, с психологом. Вот. В индивидуальном формате. Вот. И я думаю, что вы можете решить ваши проблемы. решить вот то, что вас беспокоит, скажем так. Да? Вот. Потому что, ну, сейчас, например, у вас такой возможности нет. обида есть, она вас гложет и так далее. То есть тут вот проблематика вот такого плана присутствует. Вот. Как-то так. Я думаю, можно ответить на ваш вопрос. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Удачи. 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 Удачи.